Доброго туманного утречка, дорогие друзья! С вами Никита Дилэй, мы продолжаем играть в фарминг-симулятор на карте Регион 18. И, друзья, после очередной длиннющей серии, на которую у меня 12 часов ушло чисто, чтобы её записать, причём как-то так получилось, что время позволило сделать это всё за раз, потом ещё за столько же времени всё это смонтировать, я подумал, что лучшие серии будут чуть-чуть короче, но выходить будут почаще, потому что раз в неделю такое я позволить себе, увы, не могу. Поэтому будем делить, скажем так, каждую серию, каждый рабочий день на два. То есть, например, сегодня у нас будет уборка полей, а в следующей серии будет посев полей. Ну и, разумеется, все остальные работы будут крутиться вокруг всего этого дела. Посему, друзья, давайте пробежимся по тому, что мы имеем, по нашим полям, по нашим производствам, посмотрим, чем же сегодня мы с вами будем заниматься. И первое, друзья, что у нас есть, это наше любимое 11-е поле, которое у нас больше всего раз собиралось, больше всего раз засеивалось, оно у нас было в самой первой серии. И сегодня мы его, разумеется, уберём, на нём растёт ячмень, по-моему, да? Да, ячмень на нём растёт, мы в прошлый раз посеяли, поэтому сегодня мы его, соответственно, уберём отсюда. Также в позапрошлой серии мы с вами купили 10-е поле, оно больше по размеру, чем 11-е, и канулу мы на него, собственно, засеяли в прошлый раз, поэтому канулу мы всё это уберём и будем делать из неё дизель. Ну и есть у нас с вами, друзья, ещё одно гигантское поле под номером 3, которое состоит из 3-го и 4-го поля. Вот такое вот гигантское оно по размеру, и растут на нём подсолнухи, которые мы также сегодня соберём. Также, дорогие друзья, есть у нас ещё и куча производств. На данный момент мы находимся на пивзаводе, который из ячменя и воды делает нам пивасик. И, соответственно, пока наши культуры росли, пивасик у нас, собственно, и сделался, и вот столько вот его получилось. Сегодня наша задача его продать. Есть у нас также сахарный завод, который перерабатывает сахарную свёклу, и делает он из неё батоку, и, конечно же, сахар-песок, который находится у нас здесь. Его получилось не так много, свеклы уходят довольно-таки большое количество, и мне было впадло её сюда везти второй раз, поскольку сахар не очень дорого стоит, и вообще, на самом деле, мы, скорее всего, израсходуем ту свёклу, которая у нас есть. Вот это вот всё, что вы здесь видите, это получилось со 100 тонн. Этой самой свеклы как-то не очень много. Пива тоже, кстати, со 100 тонн получилось. Его получилось намного больше, а вот сахар как-то не шибко много. Хотя сама свекла, на самом деле, недорого стоит, но пока что у нас её не очень много. Мы её всю переделаем, разумеется, в сахар в будущем, но в ближайшие серии я не собираюсь заниматься свеклой. Так уж получилось, ребята, извиняйте. Далее мы находимся на мельнице топлива, которая делает биодизель, ну, точнее, делает она обычный дизель, но без разницы. Всё это дизель-биодизель, здесь взаимозаменяемый, делает из канолы. Канола у нас сегодня засеяна на 10-м поле, мы её соберём, и, соответственно, здесь будем перерабатывать. Пока я мотал время, один раз это всё дело переработалось, и я отвёз ещё 50 тысяч, которые тоже успели переработаться, то есть, соответственно, у нас 100 тысяч литров есть на данный момент, 50 ещё лежит в хранилище, и там ещё семёрка, по-моему, тоже лежала, в хранилище топлива на нашей базе, то есть с этим у нас проблем по большому счёту нету, плюс ещё мы сегодня заберём канолу, так что всё с этим делом неплохо. Также, друзья, у нас есть завод подсолнечного масла, на котором закончились подсолнухи, там 15 тысяч, наверное, я отвёз в прошлый раз, и вот они, собственно, переработались в 7 тысяч масла, в общем-то, с маслом у нас есть косяки. Всё масло, которое у нас уже было, я отправил на фасовку подсолнечного масла, вот столько вот поддонов у нас получилось, их не очень много на самом деле, потому что в основном масло у нас перерабатывается на заводе чипсов. С чипсами всё выглядит чуть-чуть более радостно, тут, в принципе, есть что продавать, что-то вроде как насобиралось, масло, кстати, расход не очень большой, картофель у нас закончился, потому что картофеля на это дело уходит очень много, я его сюда, кстати, ещё довозил, по-моему, 60 тысяч я сюда ещё привёз лишних, кроме той соточки, которая была привезена сюда в серии. Поддоны и картон расходуются с не очень большой скоростью, 10 тысяч мы из 40 израсходовали, а картошки где-то 160 на это всё дело, масло, соответственно, тоже довольно медленно уходит на это дело, и вода тоже медленно уходит, так что всё нормально. Нужно сюда просто возить много картофеля, и тогда мы будем в шоколаде. Картошку я сажать в ближайшее время тоже пока что не планировал, но на складе у нас, слава богу, ещё там тонн 800 где-то есть, плюс-минус, так что вроде тут тоже всё нормально. Ну и, друзья, самое первое производство, которое мы вообще запустили, была мельница, и она продолжает работать по сей день. Самое, в принципе, простое в производстве, сюда отвозишь просто зерно, и оно всё перерабатывается, ни поддонов, ни воды здесь ничего не надо, поэтому мы этим занимались, и будем заниматься дальше без проблем. И вот такое количество у нас получилось со 100 тонн зерна, которое мы отвезли, и, соответственно, здесь у нас лежит пшеничная мука, дальше вот ячменная тоже много получилось, и чуть меньше почему-то получилось соевой муки, может быть, где-то потерялись поддоны какие-то, всё это дело иногда багается, так что ничего удивительного, но вроде вот соевая есть, с этим тоже всё хорошо. Плюс, друзья, есть у нас также по 20 тысяч трубей в каждом хранилище, и того 60 тысяч литров, хорошо всё. Ну и последнее производство, друзья, которое мы запускали, это наша лесопилка, соответственно доски у нас вырабатываются, с этим всё в порядке. Топливо мы сюда просто ввозим из одного бункера в другой, то есть производится у нас чипа, мы её используем как топливо и так далее, по кругу. Оно как раз один к одному выходит. Плюс склад с досками у нас забит полностью, поэтому с досками у нас проблем нету. Плюс у нас тут есть ещё попиленное дерево немного, я его закинул. Было больше, я его закинул дальше обрабатываться, оно закончилось на самой лесопилке, так что всё норм. Также на лесопилке у нас производятся поддоны из этих самых досок. С досками всё в порядке и в достатке. Поддона в принципе тоже хватает, склад пока что не забит, но и хватает вроде, так что всё нормально. Закончилось у нас топливо, здесь мы его отвезём, когда будем продолжать заниматься производствами. Ну и соответственно, друзья, есть у нас ещё производство картона, склад забит полностью, поэтому вот это всё мы сегодня также отвезём, продадим то, что у нас, скажем так, излишек, хотя излишком это не назовёшь. Картон у нас требуется только для упаковки чипсов и для упаковки подсолнечного масла пока что. У меня вроде как в планах было запустить абсолютно все производства, но посмотрим, как там сложится с этим. Но этот картон мы сегодня продадим. Здесь у нас щепа закончилась, щепу можно будет сюда отвезти, щепы у нас много. Во-первых, щепа у нас производится вот здесь, я её отсюда выгрузил и пока что это производство не запускал. Тут в принципе всё в порядке у нас с топливом. Есть у нас ещё хранилище древесной щепы, в которой 700 тонн этой самой щепы есть. Она у нас уходит, по сути дела, только на картон, так что у нас её очень много. Я не вижу смысла тратить брёвна на производство щепы, пока что мы не нуждаемся в этом, скажем так. Но, как видите, друзья, у нас на балансе минус 80 тысяч. Такой минус большой, потому что, во-первых, прошло два дня с момента записи прошлой серии, пока это всё созрело. Точнее, не то чтобы два дня, а две ночи. Как вы знаете, в полночь у нас списываются деньги за обслуживание техники. У нас её уже немало. Плюс у неё очень большой пробег. Взять Даши нашего Фента, например, у него 90 моточасов уже накручено. Можете себе представить, что это за цифры. Это, конечно, не так много, если бы это было в реальной жизни. Но на самом деле, для игры это большой срок. Как бы техника уже считается старой. Поэтому обслуживание у неё выходит чуть-чуть дороже. Ну и плюс мы засеивали и удабливали три поля. Поля у нас большие, и поэтому семян и удобрений требуется довольно-таки большое количество. Поэтому, друзья, наша задача на сегодня, на сегодняшнюю серию, собрать три поля и отвезти, продать всё, что у нас произвелось. Кроме поддонов, кроме досок. Картон мы тоже продадим сегодня. Не весь, но излишки, которые не поместились на склад, мы отвезём на продажу. Ну и, друзья, следующей покупкой нашей будет новый комбайн. Комбайн и, соответственно, к комбайну нужен ещё один большой прицеп. Это то, что у нас вот номер один. Комбайн будет стоить 500 тысяч. И я очень надеюсь, что сегодняшние продажи помогут нам его купить. Потому что это вот прям очень необходимая вещь. Ну а дальше уже будем смотреть, как мы будем развиваться. У меня вроде как есть наброски некоторого плана. Что нам надо купить? Там чуть больше двух миллионов все покупки составляет. Но это вместе с новыми полями. Потому что поля покупать, ребята, надо. К картошке у нас, кстати, 700 тонн осталось. Я немножко ошибся. Но в любом случае, пока она есть и с этим всё хорошо. По всему, друзья, давайте приступать к уборке. Пока что у нас только один комбайн. Это вот такой вот Росельмаш. Все вы его прекрасно знаете. Он уже тоже отработал немало часов. А именно 15. Поэтому сейчас мы везём его. Заправляем топливом, которое у нас осталось в бочке. И выставляем убирать самое большое поле. И тем самым закончилось у нас также топливо в нашей красной бочке. Но это небольшая проблема. У нас прямо на базе вот есть 55 тонн топлива. Поэтому мы без проблем сможем эти бочки заправить. Но я это хочу оставить всё на следующую серию. Куда мы будем заниматься посевом. И отвозить всё на все производства. Хотя не исключаю я, конечно, вероятности. Что у нас, например, в Мане сегодня топливо закончится. И мы вручную будем это всё дело заправлять. В любом случае, поехали на третье поле. Ну и выставляем курс плей, соответственно, на уборку третьего поля. Выбираем поле 3. Расположение старта. Возврат на старт. Да. Генерируем маршрут. И, соответственно, запускаем его со стартовой точки. Только единственное, я хочу, как обычно, проехаться чуть-чуть вручную. Потому что, в общем-то, не собирает он всё как надо. А вот так соберёт. Всё. Друг, оставьёшься ты работать. Помогать тебе в этом нелёгком деле будет наша любимая Татра. Топлива у неё хватает. 266 литров. Всё, собственно, хорошо. Цепляем к ней наш большущий прицеп. И вот прямо отсюда загружаем ему маршрут поля 03 база. Ставим ему работу с комбайнами. С комбайнами выбираем ему в поиске вручную Торум. И запускаем со следующей ближайшей точки. И знаете, друзья, так как поле находится относительно далеко. И пока ман едет сюда и привозит подсолнечник. Я решил, в общем-то, поставить в работу ещё трактор с маленькой телегой. Почему бы и нет. Поставим, например, Фента. В нём также есть топливо. Соответственно, возьмём, подцепим к нему тележку. И сделаем те же самые операции, что и с маном. Загружаем, соответственно, поле 03 база. И с ближайшей точки мы его также запускаем. Он вроде как найдёт сам, куда ему ехать. Нормально, проехал. Соответственно, всё. Надеюсь, что мы про них забудем. И узнаем только о них, когда они закончат работу на маршруте. Ну, а нам же сейчас придётся неплохо так поработать вручную. А именно, делать мы будем всё с помощью мана. И с помощью нашей платформы для поддонов. И, друзья, значит, так как я очень сильно, скажем так, нуждаюсь сейчас в деньгах. То мы будем экономить каждую копейку. И, соответственно, возить мы всё будем не туда, куда ближе. Или удобнее, например, на склад удобнее загружать. Возить мы будем всё добро туда, где дороже это можно дело продать. То есть, соответственно, пшеничную муку мы с вами повезём на ресторан. Потому что 699 долларов. Чуть больше, чем 638. Куда везти, собственно, поближе. Разница, кстати, вот для соевой муки вообще колоссальнейшая. Поэтому начинаем мы, как обычно, с мельницы. Поэтому едем за пшеничной мукой и везём её на ресторан. Как я говорил, её получилось здесь очень много. Поэтому за раз мы вряд ли справимся. Да чё, вряд ли. Мне кажется, 3-4 ходки придётся делать. Соответственно, загружаем всё это дело у нас. Благо, есть автозагрузка. Да, ходки 4 нам придётся делать. Соответственно, ресторан у нас находится около 10-го поля. Поэтому поехали туда. Ну и, друзья, как вы знаете, я обычно предпочитаю сначала привезти всё сюда, а потом продать, чтобы избежать обвала цен. Кстати, давайте, ребята, мы ещё сегодня заодно и посмотрим, насколько обваливаются цены при продаже той или иной культуры или товара. Соответственно, выгружаем мы сюда муку и едем за следующей партией. Ну, друзья, я человек здравомыслящий. Я, конечно, говорил, что обвалюсь за каждую копейку, но два поддона я сюда отдельно не повезу. Мы их потом захватим, если останется место свободное на последнем заводе. Тем более, что мы и ячменную муку, и соевую повезём на ЖД-склад, так что где-нибудь там мы её на ЖД-складе и продадим. Потому что ради тысячи я не буду ехать в такой длинный путь. Поэтому давайте сразу тогда продавать нашу пшеничную муку. Выгружаем всё это дело, остальное как-нибудь уже распихаем. Ты дыч. 67 тысяч. 67199, если быть точным. И цена, кстати, не обвалилась. Это интересно довольно-таки. Ладно, посмотрим, что будет чуть попозже. Сейчас же мы берём нашего любимого оранжевого мана и забираем всё оставшееся на мельнице и везём это всё дело на ЖД-склад. Складируем там, а потом, соответственно, продаём. Поехали! Ну и, друзья, привезли мы всё это добро. Выгружено что-то вот здесь. Я специально выгрузил отдельно, чтобы вместе с этими самыми поддонами запихнуть и те остатки, которые были. Поэтому давайте начнём продавать. Начнём мы, пожалуй, с соевой муки. Её меньше, поэтому погнали. Ну что ж, почти 100 тысяч. Мне кажется, всё-таки потерялось несколько поддонов там именно на самом производстве. Куда-то они испарились. Мне кажется, их должно было быть ровно столько же, сколько и ячменной пшеничной. Там, видите, по три прицепа и плюс ещё по два поддона у нас лишних было. А здесь три прицепа полных не набралось. Ну, была бы сотка тогда. Такс, где у нас пшеничная мука? Вот это у нас пшеничная мука. Давайте сразу же от неё избавимся, чтобы она нам глаза не мозолила. Ещё 2000 сверху. В общем-то, начинается самое интересное. Да ладно, оно не самое интересное. В общем-то, начинаем мы продавать ячменную муку. Погнали! И я желаю, желаю тебе больше, чем твой имя. Это не так же, как миксные эмоции. Я могу ходить через мои веяния. И я желаю тебе больше, чем твой имя. Это удивительно, что я, что я могу спать влюблено. Ну и 70 тысяч, 71 мы получаем за ячмень. Очень даже неплохо. Мы чисто на муке вышли в неплохой плюс. Если так всё будет продолжаться, то мы, конечно же, купим сегодня новый комбайн. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. И так как мы находимся довольно-таки близко к сахарному заводу... Ой, ёшкин кот, а я ещё не всё продал. Как же я это дело пропустил-то? Ладно, тут 5 поддонов. Это всё довольно быстро пройдёт. И плюс ещё 12 тысяч. Всё хорошо. В общем-то, берём мана и едем на сахарный завод. Там не очень много сахара, так что я думаю, что мы быстро справимся с тем, чтобы его продать. Итак, друзья, у нас тут есть сахар и патока. Сахар у нас больше всего ценится в магазине, причём прилично больше. А патока, соответственно, на складе. Поэтому давайте, пока цена тут падает, поскорее отвезём это дело всё в магазин. Кстати, вот на соевую муку ценник упал. И на ячменную тоже. А на ресторане ценник остался такой же на пшеничную. Не знаю, как это работает. Короче, погнали в магазин и продадим весь сахар. Разгружаем это дело прямо здесь. Отгоняем мана и продаём всё это дело дальше. 27 тысяч. Со 100 тонн свёклы. Какой-то так себе урожайчик, на самом деле. С учётом того, насколько геморройно собирать эту самую свёклу, то, по-моему, проще даже муку делать. Даже пшеничную. Её и то больше получилось. И пшеница неплохо с поля выходит. В общем-то, стоит задуматься, на самом деле, об этом. Блин, эти магазины, конечно, деревенские, прикольно сделаны. Поэтому поехали, продадим также патоку. Может быть, патока там будет стоить немыслимых денег. Но я, конечно же, в этом сомневаюсь. В общем-то, сахарный завод, на самом деле, дело очень неприбыльное. Выгружаем всё это дело. Очень люблю я на складе вот этот большой триггер. Всё можно делать с помощью мана. Собственно, продаём патоку. И, друзья, на складе у нас ещё ценится подсолнечное масло больше всего. Поэтому давайте мы не будем ждать. Как-то даже неприкольно наблюдать. Не исчезают эти коробочки, что ли. Поддоны, мешки с мукой и так далее. Там хоть картинка есть какая-то. А тут оно просто поддонами исчезает. Неприкольно. В общем-то, поехали за подсолнечным или подождём. 12 тысяч всё-таки мы подождали. 12 тысяч мы получили за это самое, за патоку. Плюс 27 за сахар. Это как-то, да. 40 тысяч со 100 тонн свёклы. По-моему, свёклу дороже продавать. Ну и, друзья, по сути, приехали. А теперь мы продаём подсолнечное масло. И делать мы это будем с помощью мана. Тут ничего кидать не надо. Поэтому погнали. Ну что ж, не всё так плохо. 72 тысячи. Масло у нас не особо геморройное в производстве. Плюс, скажем так, это немного побочный продукт. В основном я его хочу использовать как... Точнее, не как, а в производстве чипсов. Поэтому я вполне доволен этими результатами. 72 тысячи, как с муки. Плюс, друзья, у нас не полностью, скажем так, был забит этот завод подсолнечного масла. Потому что я на фасовку выливал именно остатки его. Но сейчас, друзья, мы поедем с вами за пивом, которое торгуется в магазине. Магазин, на самом деле, такое себе удовольствие его возить. Тем более, его там до хрена. Но что поделать, в общем-то, поехали. Ну и, друзья, собственно, привезли мы весь пивас. Тут оказалось аж 5 прицепов. Это, как по мне, довольно-таки много. И, с одной стороны, мне это уже нравится. Это должно много стоить. Это, опять-таки, 100 тонн ячменя у нас. В переводе на пиво. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. 130 косарей. Вот это, я понимаю, хорошее вложение ячменя. Мне прям аж вот понравилось. Единственное, что, конечно, геморройно целых 5 прицепов продавать. Особенно в таком месте. Если бы еще на складе такую цену поставили или выше, это была бы вообще сказка. В любом случае, у нас, друзья, осталось продать картон и чипсы. Начнем мы с картона. Он находится на лесопилке. Там, вроде как, всего лишь один прицепчик у нас выйдет. Поэтому сделаем это по-быстрому. Ну и, друзья, продаем, соответственно, картон мы вот сюда. Только я ошибся с тем, куда его выгружать. Там впереди для дерева есть специальный триггер. Отдельно он идет. Поэтому нужно сейчас погрузить все это дело обратно. И последняя зараза не залез. Ну ладно, я за тебя проеду лишние 5 метров. В общем-то у нас сюда доски, поддоны, саженцы. Я смотрю, он продается. Может, саженцами заняться будет. 25 тысяч за картон. Не очень много, на самом деле. Ну, хотя, с другой стороны, он тоже из ничего делается. Из щипы. Щипы много, если запариться. И это с одного прицепа. Так что, вроде как, более-менее нормально. Все, друзья, у нас осталось только чипсы. Самое прибыльное дело. Их будет очень много. Я надеюсь, что нам хватит денег не только на комбайн. На комбайн нам уже точно хватит. Это я прям гарантирую. Потому что 430 тысяч комбайн. Плюс там 60, по-моему, жатка. Было бы неплохо купить еще один прицеп за 74 тысячи. В общем-то, ладно. Давайте пока у нас нет этих денег. Мы не будем их считать. Итак, друзья. Собственно, привезли мы сюда чипсики. Я еще вспомнил, что видел один поддон, валяющийся рядом с заводом. Это оказался хлеб. Я не знаю, как он туда попал. Точнее, я-то представляю примерно. Как это случилось. Но, видите, есть, в общем-то, на карте много чего интересного. Если так вот поездить, поискать. В общем-то, продаем мы все это дело. В общем-то, в общем-то, самое прибыльное то, что у нас пока. Что получается, это пиво и чипсы. И ценник на пиво, мы смотрим, просел. Причем нормально. На чипсы тоже немного просел. В общем-то, проседают те цены, когда мы здесь что-либо продаем. На складе вообще самый низкий стал. У подсолнечного масла, я имею в виду. В общем-то, да. Надо продавать все именно вот так вот сразу. Ну и, друзья, видимо, совсем мало топлива у нас осталось в мане. Поэтому надо будет сейчас его заправить. Вот эту платформу, в принципе, мы можем сразу же ставить в стойло. Она нам сегодня больше не понадобится. А у мана еще работы на самом деле много. И так, сцепляем к ману вот эту тележку. Блин, это на самом деле не так просто сделать. Может спилить эту елку отсюда? Нахрен. И, соответственно, тележку мы отсюда заправляем. Заправляем и ставим обратно. На то же место, где она стояла. И сейчас очень даже хороший вопрос, как выгнать отсюда ману. А и так пойдет. В принципе, я думаю, что будет заправляться. Сейчас мы здесь просто поставим ман. Да, будет оно заправляться. Давайте, соответственно, поставим его на заправку. У нас тем самым тут застрял почему-то наш комбайн. Хотя он уже закончил работу. Он, видимо, последнюю проходку туда-обратно делал. Соответственно, вызываем транспорт к нему. Выставляем трубу. А, он даже, это самое, разгрузился. Все хорошо. Тогда отправляем на разгрузку наш феникс Татра. И говорим ему остановиться в последней точке. Вот этого парня нажимаем отправить сейчас. И тоже остановиться в последней точке. Пускай он едет на базу. И идем в магазин. В магазине у нас ждет самое интересное. Наверное, больше всего нравится мне именно покупать технику. Почему-то. Как у любого другого человека, тратить деньги это всегда самое интересное. И, соответственно, CR-1090 у нас новое наше приобретение. Купить? Да. К нему же, соответственно, мы покупаем жатку Superflex. Вот эту вот. 13,7 метров. Охренеть, какая широкая. Купить? Да. Соответственно, покупаем еще один прицеп за 74 тысячи. И, знаете, решил я, что он все-таки будет не оранжевым, а белым. И мана мы к нему потом тоже белого купим. Вот не знаю почему, но мне вот так вот захотелось. 77 тысяч с учетом всех модификаций купить? Да. Соответственно, ман почти заправился. Можно его отсюда убрать. А вот это все добро красивое. Мы сейчас сбрасываем просто на базу. Все-таки красиво он внушительно выглядит. Это The New Holland. Короче, оставим его на уборку. За что вот он мне нравится? Это за то, что у него жатка на колесиках. И можно ее беспрепятственно перевозить. Убирать мы, собственно, ставим 10-е поле. Потому что оно больше. Большим комбайном будем убирать большее поле. Это, в принципе, как мне кажется, вполне себе логично. Убираем вот эту маленькую полосочку вот этого всего дела. И генерируем ему маршрут на работу. 13,2 мы поставим 13,7. Потому что жатко на самом деле 13,7. Десятое поле. Расположение старта. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Возврат на старт. Да. Генерируем. И, соответственно, запускаем по маршруту со стартовой точки. Вот этого парня мы же гоним на базу. Меняем ему там жатку. И ставим на уборку 11-го поля. И, соответственно, генерируем маршрут на уборку. 9 метров у нас жатка. Поле номер 11. Направление автоматический возврат на старт. Да. Все как обычно. Разворачиваем комбайн. Включаем его. Как обычно, чуть-чуть мы вот здесь вот проходим. Возвращаемся назад. И запускаем его со стартовой точки. И все. Он будет работать. Далее. Вот этот самый Татра Феникс. Мы прерываем ему маршрут. И ставим маршрут поле 11-база. Соответственно, комбайн у него уже выставлен. Поэтому мы его просто со следующей ближайшей точки запускаем. И он высыпет, поедет дальше помогать нашему другу. А этот маршрут мы, друзья, с вами снимаем. Вообще, будет одним этим самым, одним маном у нас работать на штором. Это дело мы просто сюда паркуем. Трактор мы, соответственно, отгоняем в сторону. Ставим на свое законное место. Ну, а мана, соответственно, нам придется поставить на работу вместе с нашим новым комбайном. Соответственно, вешаем ему новый прицеп. Ведь у нас стоит стандартный перегон техники. Я, походу, этот ман по курсплею вообще ни разу не пускал. Только сам на нем катался. И вот 18 часов я на нем уже почти что накатал. В общем-то, поле 10-база мы с вами загружаем. Ставим работа с комбайнами, выбираем ему CR-1090 и запускаем по маршруту со следующей ближайшей точки. Он не сможет повернуть, да? Не сможет. Ну, а вот так вот сможет. Разворачиваться в пределах поля. Поставим «Да». И избегая движения по посевам, пускай будет «Да». Все, друзья, работайте. Там, возможно, будут некоторые косички в самом начале, в первой полосе, когда деревья будут мешать. Ну, да ладно. В общем-то, уборка у нас пошла, но мы не закончили возить. А именно, у нас остался биодизель на мельнице топлива. Для этого мы с вами возьмем наш трактор. Самый мощный, потому что весит это все дело много. И, как я уже говорил, у нас есть подкатная тележка на всякие такие непредвиденные ситуации. Поэтому мы возьмем подкатную тележку. Единственное, что я, кстати, еще знаете, что хочу сделать? Я хочу взять нашего малыша Сеймфортиса и отправить удобрять третье поле. Раз оно уже убрано, то чего терять время? Можно же, в принципе, поставить его на уборку. Для этого мы просто цепляем это дело вот так вот назад. Ставим ему удобрение и посев, как оно уже стояло. Загружаем маршрут поле 3 удобрения и поле 3 база. Из ближайшей точки мы его запускаем. А сами же берем стейра и цепляем к нему бочку. Так, там один забуксовал, надо пойти поправить. А че ж ты сволочь-то сюда поперся, мне интересно. Потому что у него двойной комбинированный маршрут. Я забыл сбросить ему маршрут поле номер 3. Поэтому надо заново загрузить поле 11 база. И с ближайшей точки мы его запускаем. Все, вроде как не должно быть косяков. А мы уже в который раз пытаемся вернуться все-таки к стейру. И, наконец-то, нам ничто не должно мешать. Цепляем к нему вот эту самую бочку. И едем за биотопливом нашим. И везем его просто на базу. Ну и, друзья, соответственно, ставим это дело разгружаться. Тележку мы сразу же снимаем. Потому что парковать в стойло я буду только маном. С помощью тележки это очень плохая идея. Потому что маневрирование задним ходом, когда два излома идет, это тот еще геморрой, друзья. Но сейчас, друзья мои, с вами поставим вот этот трактор с фуражным прицепом. Как вы уже догадались, собирать солому за ячменем. Как обычно, копируем маршрут Торума. Добавляем его в поле 11 база. И запускаем со следующей ближайшей точки. Он, собственно, должен начать это все делать с самого старта. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, друзья, на этом у нас уборка десятого поля заканчивается. Хорошо потрудился наш новый комбайн. Отправляем на разгрузку мана. Соответственно, выключаем комбайн. Раскладываем жатку. Отсоединяем ее. Цепляем сзади. И везем все это дело на базу. 11 поле, кстати, тоже уже почти убрано. Да, двумя комбайнами работать намного приятнее. Как ни крути. Так, мы пока что бросаем это дело здесь. Я потом придумаю, куда его поставить. Мана, соответственно, мы точно так же снимаем с маршрута. И единственное, что мы выгружаем все это дело. К нам тут пока второй друг подкрался. Вот, а там вообще целая очередь. У нас на разгрузку. Его мы тоже пока что бросаем здесь. Потом я все расставлю. И Фортис, который завершил свою работу, мы гоним на базу. И бросаем его пока что вот здесь. Что у нас 500 тысяч канулы получилось с этого поля. Было 283, когда мы начинали уборку. Я специально обратил на это внимание. С большого поля вот почти 700 тысяч подсолнечников. Блин, мне нравятся такие урожаи. И, друзья, у нас только что, кстати, забилась солома. И у Тероса еще 32 тысячи осталось. И знаете, что мы сделаем? Мы выйдем вот на эту полосу. Разбросаем эту солому вот здесь. Ну, типа ровненько, я не знаю. Уберем фуражный прицеп. И, как и в прошлый раз, возьмем в аренду тюковщика. Правда, да, там вроде 13 тысяч должно на него хватить. Соответственно, сейчас затюкуем все это дело. И съездим, продадим соломку. Соответственно, бросаем все это дело мы вот так вот здесь. И вот этого тюковщика мы брали в аренду в прошлый раз. На третьем поле, когда он убирал. Соответственно, сейчас мы опять его берем в аренду. Вообще надо его купить. Скидываем его на базу. И хрень такая не работает, да? Или работает? Потому что там что-то было провернуть в магазин технику. Я не обратил внимания. Давайте посмотрим, появился он у нас тут или нет. Да, появился. Все хорошо. Я подумал, что он уже в магазин вернется. Давайте-ка мы первую полоску вот эту сами проедем. Потому что она выспана не очень ровно. А мы ее даже за раз не соберем. Придется два раза эту полосочку проехать. Второй раз, по сути дела, можно было бы пустить по курсплею. Но тут, видите ли, тюки, которые уже вывалились, будут знатно мешать. Поэтому мы проедем вручную, нам не впадло. Короче, пойдет. Запускаем по маршруту со следующей ближайшей точки. Разворачиваться в пределах поля нет. Все, пускай он работает. А мы тем самым возьмем мана нашего. Возьмем, подцепим к нему платформу. Я думал, она нам не понадобится. Но я немного ошибался. Ставим ему эти самые бейлз, которые сквер бейлз, да? Квадратные, все правильно. И, соответственно, поехали их собирать. И возить мы их будем вообще на самом деле на наш склад тюков. У нас около наших животных такой есть. И поехали на склад животных. Кстати говоря, друзья, у нас-то тут и куры есть, и яйца. Я про них забыл. Их тоже можно было сегодня съездить продать. Ну да ладно. Такс, где у нас тут хранилище тюков? Я помню, где-то оно было. По-моему, вон там. Так, тюки травы, тюки соломой. Количество тюков на складе. А здесь должна же быть хреновинка круглые или квадратные тюки. А вот, квадратные, вижу. А здесь круглые. И вот, кстати, хранилище воды, про которое я говорил. Так, сено, силос. Видите, здесь склад чуть-чуть побольше по размеру, потому что круглые еще силосом бывают. Квадратные, кстати, тоже, но обычно их делать еще больше геморрой, чем круглые. Потому что их все вручную надо обертывать. Обертывать вот эту, короче, пленкой ворачивать. А долго он заправляется, друзья, потому что мы не ту бочку. Точнее, мы наполнили бочку. А про красную-то мы не то чтобы забыли, забили, скорее всего. Поэтому придется вручную его чуть-чуть подзаправить. Надо будет заправить красную бочку обязательно. Я думаю, столько ему хватит, а он сам заправится до конца. Все, замечательно. Смотрите-ка, вроде как адекватно он к нему подъехал. Это не может не радовать, безусловно. Так что поехали дальше вслед за ними собирать тюки. Последний прицеп мы отвозим на хранилище тюков. А остальное, что не останется лишним, мы продадим. А нет, не 120. Или 120, но я неправильно посчитал. 108, да. А я почему-то думал, что 120. И вот, кстати, смотрите, еще 432 тысячи. Ёшкин кот. На этом, друзья, у нас уборка. Комбайн закончена. Я надеюсь, все влезет в него. Должно влезть. Соответственно, прерываем маршрут. Складываем, выключаем. И комбайн сам складываем. Соответственно, его мы везем на базу. Все, комбайн пускай стоит здесь. Я потом все расставлю. С этого мы, конечно же, прерываем маршрут. Сбрасываем его. Выгружаем последний тюк. Отцепляем, разумеется, тюковщик. Ставим стейра на базу. Паркуем его просто так вот здесь. Пускай стоит пока так. Перехватываем татру. Прерываем маршрут и ей. И отгоняем в сторону, чтобы никому не мешал. Например, вот так. Лезем в гараж. И этот тюковщик, Биг Бейлор, мы его сдаем. Сегодня он нам больше не нужен. И нефиг ему жрать наши кровные деньги. И последнее остается, это наш ман. Вот эти тюки мы с вами везем на скуп соломы. Продаем там. И ман возвращаем на базу. Ну и, друзья мои, на этом, собственно, все. Уборка у нас закончена. А знаете, что я подумал? Ну, я за кадром все это засею. И в следующей серии у нас будет очередная уборка. Плюс за кадром я поотвожу все это дело на заводы. И поэтому в следующий раз мы, грубо говоря, как сегодня, будем все собирать и продавать. Ну и плюс, соответственно, появятся деньги на новую технику. А вы, друзья, попытайтесь угадать. И напишите в комментарии, какими культурами я засею наши три поля. А в следующей серии посмотрим, правы вы были или нет. Я просто уже знаю, чем я это буду все засеивать. Ну и плюс, друзья, мы сегодня заработали на наших заводах 673 тысячи. Как по мне, это очень даже неплохо. В следующий раз, скорее всего, будет еще больше, потому что я собираюсь подключить еще кое-какие места. Но об этом, обо всем вы узнаете в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить. Ставьте лайки, если хотите, чтобы она вышла побыстрее. Пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете о нашем прохождении. Ну и о том, что же все-таки на самом деле будет засеяно на наших трех полях. С вами был, друзья, Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»